У кого есть Писание, мы откроем Евангелие от Матфея, 26 глава, и будем читать с 36 стиха. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам, «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И взял с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если, возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими. И говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, дух бодр, плоть же немощна». Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и молился, помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете, вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников». Смерть всем смертям – это смерть Иисуса. Как он подошел к своей смерти, как он перенес ее. Его внутреннее состояние говорит нам о красоте его. «Он поистине агнец Божий, который берет на себя грех мира, соглашаясь на то, что Отец для него определил». Гефсимания. Они только что отпраздновали Пасху. С учениками. Они пошли на гору Илеонскую. Они пели песни. Ночь. Иисус идет на привычное ему место. Ведь он там много раз проводил ночи. Там он спал. Там он молился. Дорогие мои, он абсолютно все знал, что его ждет. Он знал свой конец. Он имел много возможностей избежать этого. Сменить место. Ведь Иуда знал, куда пойдет Иисус. Иисус конкретно говорит своим ученикам. Настал час, что Сын Человеческий предается в руки грешников. На этот час он пришел, и как он принял этот час своего отшествия и своей смерти. Для нас пример. Дорогие мои, что делают люди, когда они смотрят смерти в глаза? Кто из нас, смотря смертью в глаза, не попытается убежать от нее? Но ведь это естественно. Кто из нас не предпримет все, чтобы продлить свою жизнь хотя бы на короткое время? И даже когда уже мы понимаем, что это мой час, мы торгуемся с Богом. Мы не видим, чтобы Иисус здесь торговался с Отцом. Нет, этого нет. Когда он плачет и рыдает в Гефсимане, речь идет не о торге. А речь идет о том, что он соглашается всему миру прощать. Он один становится жертвою за всех. И в этом, как мы всегда говорим, и уникальны страдания Господа нашего. Что никто из нас никогда не сможет их повторить, потому что никто из нас никогда не сможет страдать изо всех. Даже если мы страдаем, мы страдаем за одного, двух, трех людей. Но он страдал за грехи всего мира. Это кульминация всей несправедливости, которая когда-либо была здесь, на земле. И на это он соглашался. Люди, когда смотрят смерти в глаза, они пытаются Богу все свои заслуги перечислить. Помните, как Езекия говорила, Господи, я делаю это, и это, и это, и это. Дай пожить. Не хочу умирать. Иисус такого не делал. Он знал, да, была оценка своей жизни еще, когда он находился вместе с учениками в горнице, Иоанн говорит, что он подвел итог всей своей жизни перед учениками. И сказал, я прославил тебя на земле и совершил дело, которое ты мне поручил. Была оценка своей жизни. Вот что я сделал за всю свою жизнь. Цель моей жизни была слава тебе. А теперь я иду на крест. Но он Богу никак своему отцу не представлял свою жизнь с той точки зрения, Господи, посмотри, какой я был хороший, дай еще пожить. Нет. Он не делал этого. Это делаем мы. Вспомни, Господь, мои заслуги. Вспомни, сколько добра я сделал. Как я еще нужен. Тому, тому, тому дай мне пожить. Дорогие мои, умирать никому не хочется. Никому. И Иисусу не хотелось умирать, потому что смерть – это враг. И хотя на данный момент умираю не я, может быть, умирает мой отец, но мне все равно больно. умирать никому не хочется. И поэтому Иисус молится. это мне нравится во Христе, что он самый тяжелый момент в своей жизни. Он знает, куда ему бежать. не от Бога, а к Богу. То есть, все, что мы переживаем, особенно, когда серьезные вопросы решаются перехода в вечность, Иисус идет в молитву. Он взял учеников с собой для чего? Не просто так. Молиться. Как долго, сколько необходимо. Молиться. Час, два, три. Молиться. То есть, в молитве, в соединении с своим отцом, он получает силу, подкрепление. Он получает все, чтобы не сойти с этого пути, но пройти этот путь. Он молится. Дорогие мои, как мы свои трудности переживаем? Даже если речь не идет о смерти у нас, как мы их решаем? Бежим ли мы к Богу, чтобы решать наши вопросы? Стучимся ли мы в небо, или мы бежим от Бога и стараемся решить наши проблемы сами? Да, ученики его никогда в таком состоянии не видели. Он начал скорбить, тосковать смертельно. И он сказал, душа моя скорбит смертельно. Сознание неизбежности ситуации приводит к этому. Он человек, и он умирает, как человек за нас. Псалмопевец, он разговаривал со своей душой и говорит, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься. Надейся на Бога. И так Иисус открывает полностью свою душу своим ученикам. И снова мы видим в этом красоту Христа. В скорби, в боли он не закрывается, а он открывается. У нас это совершенно наоборот. когда мы в скорби и в боли, мы закрываемся для других людей. А Иисус берет троих из своих учеников и говорит, помогите мне, помолитесь со мной, побудьте со мной. Мне очень плохо. Смотря смертью в глаза, мы хотим иметь близких людей рядом с нами. Почему одиночество смерти страшит? Помню, сейчас, когда мы были у родителей, мне мама снова напомнила про уход нашей тети Ани, которая очень рано ушла, тоже раком болела. она была совершенно одна, у нее мужа не было. И она лежала одна и умирала. Мы в городе жили, она жила в селе. И когда уже вот последний час настал, она просила свою сестру младшую. Она говорила, помоги мне, побудь со мной. Сестра младшая настолько испугалась, что старшая сестра умирает, что убежала из дома. И пока Таня умерла, она и не вернулась больше. Дорогие мои, это абсолютно нормально, это естественно, это по-человечески. Ты хочешь поддержки. Иисус этого искал у своих учеников. Они спали. они не протянули свои руки помощи. Они его все оставили, в конечном итоге убежали. Плюс предали его. Мы тебя знать не знаем. С тобой мы не были, твоими учениками мы не являемся. Нет, я не осуждаю их. Я говорю, просто и здесь видна красота Христа. Он не только их не осуждает, после воскресения он их всех собирает снова. Он их всех милует и всем прощает. Иисус сказал, что я отдаю свою жизнь. Зато любит меня Отец, потому что я отдаю свою жизнь. Никто не забирает мою жизнь у меня, сказал Иисус. Я ее сам отдаю. эту заповедь я получил от Отца, что я могу отдать, сам решить отдать свою жизнь. И эта же заповедь, дальше он говорит, Отец мне дал, чтобы снова принять жизнь. Иисус учил учеников, что настанет день, что он умрет. И здесь мы прочитали, что он сказал, настал час, что Сын человеческий предается в руки людей. Дорогие мои, рано или поздно то, что мы учим, и все наши слова, они будут проверяться. проверяются и проверяются не тогда, когда мы смотрим смерти в глаза. Я не знаю, когда мой отец умрет, но мне понравилось одно выражение, которое он сказал, что Бог определил, то и будет. То есть, как будто бы он спокоен, это слава Богу. наши слова все, вся наша вера, вся наша суть, она проверяется вот этим экзаменом, самым сложным, самым непростым экзаменом. Когда мы смотрим смерти в глаза. Противное чудовище это, враг всего человечества. Но нам придется с этим чудовищем встретиться. И там все, что мы учили и говорили, и то, во что мы верили, все в раз проверится. Иисус сдал экзамен. И в этом мы видим красоту Его. У Него учения и слова Его до смерти и как Он принял смерть, они не отличались друг от друга. Слова и действия у Него были одни и те же. Не было никакого раздвоения в Нем. Он святой, страдает за грех всего мира. Написано, пал на лицо свое и кричал к Богу. Да, евреям нам конкретно написано, что Он сильным воплем и со слезами принес свои молитвы и моления могущему спасти его от смерти. Он был в такой агонии, в такой молитве, в таком переживании внутреннем, что Писание говорит, капли пота были, как капли крови. Как ученики могли увидеть это, я не знаю, но, наверное, Луна довольно-таки хорошо освещала этой ночью садки всеманские. Потому что увидеть кровь на лице Христа ночью было бы не так просто. Я не снова в смущении, вместо того, чтобы хотя бы спросить, что с тобой Иисус, они Его не поддерживают. Иисус уходит в следующий раз, падает снова на колени и снова кричит к Своему Отцу. И Он говорит, не Моя воля, но Твоя да будет. Это самые красивые слова, которые когда-либо были сказаны на земле. И которые когда-либо человек, верующий в Бога, может повторить. не Моя воля, но Твоя да будет. Что передо мною не играет никакой роли, не Моя воля, а Твоя да будет. Это смирение. И Он смирил Себя, был послушным до смерти и смерти крестной. Это полное смирение, это согласие с тем, что Бог допускает в Твоей жизни. И в этом полном смирении мы видим снова красоту нашего Господа. Он говорит, «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю свою, но волю пославшего Меня Отца». Это Он учил, и теперь проверка Его слов. И здесь Он тест сдал. Он имеет заповедь отдать свою жизнь, и говорит, «Никто меня не забирает, я сам ее отдаю». И Он имеет заповедь снова принять свою жизнь. Но здесь мы видим, что Он сдает экзамен. И все, что Он учил, Он теперь так и поступает. Несмотря на то, что через несколько часов Он будет распят. Насколько Он любил Отца, дорогие мои, и насколько честно был с Ним связан. Невозможно согласиться на волю кого-то, не любя всем сердцем этого человека. Невозможно сказать, Отче, да будет воля Твоя, не любя всем сердцем Бога. Поэтому вопрос, насколько Иисус любил своего Отца, чтобы Он, что Он мог так сказать, Отец, не как Я хочу, как Ты. Ты хочешь, чтобы Я умер за грех всего мира, вот Я. Я буду умирать. Нет другого пути, Я согласен на этот путь. И в этом полном смирении, в этой любви к своему Отцу мы снова видим красоту Сына Божьего, нашего Господа. Да будет воля Твоя, да поистине это любовь. Дорогие мои, суть любви в том, что любовь дает, она отдает, жертвует. Ибо так возлюбил Бог в мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Дорогие мои, можно давать, не любя, и вы, будучи злые, говорит Иисус, даете детям своим то, что им необходимо. Можно давать, не любя, иметь злое сердце и делать добро, но невозможно любить и не давать. Если ты любишь, ты даешь. Любить и не отдать себя невозможно. суть любви в том, что ты ищешь благ другому. Иисус любил, и он любил своего отца, и готов был подчиниться ему. Висайе в 53 главе написано, что он на подвиг души своей будет смотреть с довольством, с радостью. Интересное место к евреям в 12 главе. Там, хотя наш перевод говорит нам одно, но там есть другая мысль, очень интересная мысль. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши по срамлению, воссел одесною престола Божьего». Перевод в любом английском переводе вы можете прочитать, я думаю, наш здесь не до конца точен. «Из-за предстоящей радости, из-за радости, которая его ждала, он готов был претерпеть крест и умереть за нас». То есть он с радостью смотрит назад на подвиг своей души. Из-за этой предстоящей радости, что он спасет весь мир, он готов был пойти на крест. Дорогие мои, и в этом красота Христа. он жил будущим и не цеплялся за временное. Он жил наградой Божией, посему написано, и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Подумайте, как у нас это. Кто сегодня живет будущим и наградой в Царстве Небесном? И предстоящей радостью, кто готов на подвиг? Иисус сказал и учил учеников своих, если будут гнать вас, злословить за имя Мое, радуйтесь и веселитесь, ибо что? велика ваша награда где? Да нужна мне эта награда, Господи, мы говорим. Мне сейчас нужно что-то. А Иисус жил этой наградой, этой радостью. Ваша радость будет велика, ваша награда будет велика. вот куда мы должны обратить внимание, что Сын Божий, умирая, смотрел на предстоящую радость, что Он умрет за всех людей и будет с довольством смотреть на подвиг души своей. Жить наградой Божьей. Смотрите, что апостол Павел говорит. «Течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь». Он говорит, не только мне, но и всем возлюбившим явлением Его. «Течение совершил, веру сохранил, тесты все прошел, время, говорит, моё отшествие настало. Что тебя ждет? Господи, не хочу умирать». Он говорит, «Меня ждет коронация. Вот она предстоящая радость. Я ухватился за нее и иду чрезмерить. И этому мы должны учиться у Иисуса. Смотреть на будущее, смотреть на воздаяние в Царстве Божьем. И когда мы смотрим на воздаяние с Царством Божьим, мы все видим с другой перспективы. Дорогие мои, вспомним сегодня Иисуса. Вспомним красоту Его. Он умирает без горечи, без обиды. Он умирает, соглашаясь на это. Он агнец Божий. И посредством Его смерти Бог дает нам милость, благодать и прощение грехов. Посмотрите на начальника и совершителя вашей веры, чтобы вам ни изнемочь и не слабеть вашими душами. Посмотрите на Него. Смотрите на Него достаточно долго и восторгайтесь Сыном Божьим, который умер, пролил свою кровь, согласился на волю Отца. В этом красота нашего Господа. Пусть Он нас благословит. Вспомните это, когда мы будем принимать вечерю и может быть для себя тоже какие-то выводы сделать и рано или поздно мы будем сдавать тоже тест. И все будет проверяться наше упование, наша вера, наши слова, вся наша жизнь. Ему слава за все Аминь. Аминь.